Итоги года подвели участники клуба молодого патриота Отечества имени Нурбагандова в централизованной библиотеке имени Фазуа Ливой. Открывая встречу, было отмечено, что с 2017 года в рамках клуба ведется работа по сохранению в памяти людей подвигов, совершенных в разные периоды истории. С приветственной речью выступила директор ЦБС города Каспийска Мадина Тимирова. Она подробно рассказала о проводимых мероприятиях. В этом месяце наша страна отмечала знаменательные даты, дни воинской славы. День неизвестного солдата. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. День героев России. Учись у героев отчизну любить. День Конституции Российской Федерации. История Конституции. История страны. Поприветствовал участника встречи и депутат Государственной Думы Российской Федерации, отец героя России Нурбаганд Нурбагандов. Он отметил, что в 2023 году клуб проделал огромную работу в воспитании подрастающего поколения. Самыми активными участниками всех заседаний были офицеры и рядовые Каспийской флотилии. За что им огромное спасибо. Особо хочу сказать слова благодарности начальнику правления образования города Каспийска Ларисе Насибовне. В ее лице моим коллегам, всем директорам, учителям школ города Каспийска за постоянное участие во всех заседаниях нашего клуба. Мероприятие прошло при поддержке депутата Народного собрания Республики Дагестан Заура Расулова. Почетными гостями итогового заседания были командир группы, старший лейтенант Каспийской флотилии Роман Храмов, мать героя России Инвера Набиева, Суна Набиева, председатель Дагестанской республиканской общественной организации, Координационный совет ветеранской организации войны в Афганистане, Магомед Арипов, представители Центра поддержки гражданских инициатив и многие другие. В дни тяжелых испытаний для нашей страны, для нашей республики, Дагестанцы всегда с мужеством и героизмом выполняли свой воинский и гражданский долг. Это свидетельство сейчас, то, что в зоне специальной военной операции, как наши дагестанцы себя ведут до дня, то есть восьмой дагестанец получил звание Героя Российской Федерации. Сотними ребят награждены боевыми ординами и медалями. Есть даже наши афганцы, которые по 60 лет ребята поехали туда, потому что считали, что лучше своим примером показать, чем говорить об этом каждый день. В рамках мероприятия прозвучали стихи о неизвестном солдате, героях Отечества и Дне Конституции, а также музыкальные композиции в исполнении Марины Трунина и Юлии Козловой. Облаком по небу, над землей по небу, там, где я когда-то был и там, где не был. Без вести пропавших высота скрывает нам земле поближе, может, кто узнает. Завершилось мероприятие награждением людей, причастных к воспитанию молодежи и внесших свой вклад в работу клуба.